Мы французы, мы не знаем Гиом. Татарская речь звучит на швейцарской земле не впервые. Так сегодня француз Гиом Дарлес поприветствовал делегацию из Татарстана. А еще продемонстрировал мастерство игры на башкирском музыкальном инструменте, кубыц и навыки горлового пения. Татарского колорита в Швейцарии с каждым годом все больше. Уже 8 лет здесь работает ассоциация татар и башкир-юлдаш. А Женевский с Абантой собирает почти полтысячи гостей. Хотелось бы сказать, что на сегодняшний день насчитывается по нашим данным и по регистрациям 150 человек татар. Это те, о которых нам известно, потому что они представляли информацию. Но мы предполагаем, конечно, что их гораздо больше. Сегодня участники встречи говорили на татарском о татарском, а точнее о проблемах языка. К примеру, предложили включить татарский язык в систему популярного онлайн-переводчика Google Translate. Рустам Мениханов поддержал идею и даже предложил главе Минсвязи республики рассмотреть эту возможность. Мы стараемся встречаться с соотечественниками из каких бы стран и регионов они ни были. Кроме нас наш язык никому, по сути, и не нужен. Тем более сейчас, в эпоху глобализации, когда много языков пропадает. После встречи с земляками Рустам Мениханов посетил местный фармацевтический завод «Феринг». Эта компания уже 20 лет успешно работает на российском рынке. Президенту республики подробнее рассказали о проекте «Север», который швейцарцы реализуют совместно с КФУ. Благодаря этому в России впервые начнут производить специальные субстанции, необходимые для пересадки органов. Давайте мы тоже подпишем, если надо, чтобы обратиться в министерство образования, я думаю, господин Фасон поддержит. Это очень перспективная перспективная перспективность, то, что вы будете реализовывать. А это уже Лозанна. Здесь Рустам Мениханов посетил местный политехнический университет. Один из самых престижных в Европе. В ходе встречи делегаты из Татарстана обсудили перспективы сотрудничества между Лозаннским университетом, КФУ и Университетом Иннополис. Сергей Хайдаров, ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин